Привет, друзья, на связи Антиквар, продолжаем проходить оригинальные кампании в Героях Меча и Магии 5, играем Компанию Лесного Союза, или как еще она называется, Рейнджер. Это третья миссия и четвертая часть данного летсплея. Если кто-то не видел начало, то милости прошу, переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана, а мы будем продолжать. Очень хотелось бы верить, что все у нас здесь закончится хорошо. Конечно же я имею ввиду легкую забагованность данной миссии, хотя легкую в данном случае можно взять в кавычки. Вот этот вот сломанный скрипт, по которому должны бы бежать на нас фиолетовые ребята, пурпурные, меня очень беспокоит. Тем более, если вы обратите внимание, вот этот вот герой, который появляется здесь вторым, и которого я отманиваю, передает армию первому. И тут вот уже у Каспара накопилось, прямо-таки скажем, очень немаленькое воинство. Поэтому вот что я думаю. Я сейчас двину Фейдаена к нашему городу стартовому, к нашей эльфийской столице, и его там оставлю. А Дераэль уже, соответственно, пойдет освобождать. Кого там надо? Таланара было освободить? Да, Таланара, так и есть. Поэтому план у нас такой, будем его реализовывать. Отдаем войска на Дераэль. Полагаю, что она с этой задачей прекрасно справится. Все-таки очень серьезный герой, прокачанный. Крутой Маку, которая, в общем-то, заклинаниями, да, разжилась. Плюс мы и нагрудничек даем, чуть-чуть побольше колдовства, чтобы было. Думаю, что она со своей задачей уверенно справится. По крайней мере, план у меня такой, задумка такая. Так, по идаенам же можно сразу задать вот этот пункт назначения и топить по полной программе. Чтобы не отвлекаться на дополнительные подстраивания маршрута. Да, конечно, поломанный скрипт это не самая веселая история, которую мы могли бы встретить, да, на этой карте. Ну ладно, хватит прочитать, так я уже о нем много говорил. Давайте мы сосредоточимся на том, что мы делаем. Полагаю, что в этом будет намного больше пользы. Вот, намного. Неделя магии. Что она дает? Во время сражений цена заклинаний уменьшается наполовину. Ну, прекрасно. Сейчас наша Гераэль здесь всех замагует. Ей бы еще добежать до точки назначения. Но я почему-то думаю, что да, у нас планар сидит именно здесь. Хотя есть еще один вариант вот здесь. Тут тоже выставлена охрана. Но она правда такая. Адские гончие тьма. Но я думаю, что вряд ли. Скорее всего здесь может что-то интересное есть. Но вряд ли это прям вот что-то такое определяющее, да, для этого сценария. Мне почему-то кажется так. Ну, у нас, благо, будет возможность проверить этот момент на практике. В этом никаких сомнений нет. Давайте мы вот здесь армию начнем скупать. Фейдаен ее заберет и вместе с этой армией двинет в нашу столицу. Потому как если Пурпурный в какой-то момент раздуплится и побежит на нас со всей пролетарской решительностью, на которую он способен, то мало нам может не показаться. Вот прям вообще. Но у меня, знаете, на что на самом деле надежда? Что я сейчас освобожу Таланара. Сдам задачу на гарнизон, которая тоже, как мы видели, то сдается, то не сдается. Хотя логично, да, если войска стоят в гарнизоне, то она и должна сдаваться. Но с другой стороны, у нас просто там не было десятки драконов, поэтому-то странность тут именно в этом. А не в том, что она сдается так криво. Так, ладненько. Продолжаем двигаться в заданном направлении. Хоть бегает у нас Фейдаен хорошо, да, уже куда умотал. Что, драконов нам, по идее, здесь нужно улучшить? Они нам тоже не помешают. Так. Ресурсы есть, деньги есть. Значит, мы можем себе позволить. Магию мы здесь отстроили. Слушайте, 9 драконов. Мы даже всех не купили. Но ничего, пока добежим сейчас. Подкопим и купим. С этим-то тоже сложности у нас никаких не возникнет. Кстати, нам по пути, знаете, куда можно заскочить? Вот сюда. Сколько здесь эльфиков? 35. Ну, немало, согласитесь. Очень немало. Так. Ну что, подруга дней наших суровых. Качаться тобой смысла нет. Разве что какой-нибудь артефакт их зацепить можно. Не очень хорошо охраняемый. Так. Стоп. Конец карты, между тем. Любопытно. Ну что, будем исследовать. Будем исследовать карту дальше. Ничего нам не остается. Вот так я нежданно-негадно, да? Прибежал, ткнулся в оконечность карты. А тут ничего и нет. 655 собачек. Обалдеть. И еще рельефа никакого нет толком, да? Так, здесь, может быть, мне как-то попробовать схитрить вот так вот прикрыться лошадкой одной. Они же сразу не добегут. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Так, одним стеком стали собачки. Это не может не радовать. Здесь бы удача нам вот не помешала. Так, что мы можем предложить? 210 единиц, длительность 9 ходов. Создание фантома. Может, нам фантом поможет в данной ситуации? Если мы, скажем, сделаем фантома энтов. Отлично, слушайте. Ну, то, что доктор прописал, да? Во-первых, он привязал собаку. Во-вторых, собака по нему промахнулась. Это я помню, кстати, что заклинание фантома, оно работает именно как... Что-то с молнией друид по собакам бьет хуже, чем с руки. Оно работает... То есть, фантом призываемый, он работает как призрак, да? Из замка... Из некрополиса, соответственно. То есть, по нему могут мазать. Так, и видите, собака по нему даже не стала бить. Не стала бить по нему собака. Так, здесь, кстати, небесный щит. На наших энтов. Полагаю, что нам сейчас не помешает. Не помешает. Ну и здесь мы просто в защиту уходим. Одного единорога мы можем и пожертвовать. А вот если собака бросится на энтов, ну, мы подстраховались как могли. Можно, кстати, еще элементарий призвать. Но я думаю, что хватит тратить ману. Не так ее много у Дераэль. Тем более, что и собак-то уже не осталось фактически. Еще эльфы своими выстрелами, эльфийские лучники сдвигают собачек по шкале обратно. Ну, в общем, все. Все понятно. Бой прошел без поти. Да, вопреки нашим ожиданиям, все сложилось изумительно. Сейчас наши древние энты добьют вражеских собачек. Да, очень жалко, кстати, что опыт нам здесь не идет. Десять тысяч как-никак. А, ничего себе, она молнию-то выучила. Да, это у нее какой-то же навык есть. А, так навык разгадка тайного, да, выучить неизвестное заклинание. То есть, друиды скастовали молнию, она подсмотрела у друидов. Ничего себе, забавно, красотка Дераэль. Ничего не скажу. О, а вот и наш таланарчик. Орда драконов. Что здесь лежит интересного? Кливер, который у нас есть, понятно. Не зря я пробивал собаку, посмотрите. Не зря решил здесь посмотреть, да? А то бы сейчас ускакал куда-нибудь, и что делать было бы? Так, тут нанимаем и бежим, соответственно, дальше. Как бы нам сейчас, знаете, что не сделали? Как бы нам сейчас при освобождении таланара... А, ну нет, пока мы задачу на гарнизон-то не сдадим, в любом случае нам не зачтут этот сценарий, да? Даже если все будет так, как я себе придумал. Хотя не факт, что будет именно так. О, эти баги. Они так утомляют, знаете ли, знаете ли? Так на нервную систему влияют, что прям вот не очень радостно. Так, 55 мы убили, а сколько у вас здесь? Что-то я сейчас не понял, друзья мои. Это что за дичь? Что за дичь? Так, единорогов здесь не жалеем с драконами, да? Нам бы здесь выиграть. Как показала практика, это не так и просто. Так, ну хорошо, я сейчас на самом деле сделаю фантома каких-нибудь эльфийских лучников, и пусть они вливают урон. Мне кажется, это неплохое решение. Они как щиты выступят здесь, ну и плюс по дамагу немножко. Так, конечно, дамаг такой себе тут вносит воинство под руководством Гераэль, да? Как-то в этом плане Фейдаен, конечно, смотрится много сильнее. Так, ладно, давайте в защиту уйдем здесь, что ли. Дракона вот так прикроем. Как сможем. Может быть, поживет чуть подольше. Так, что мы еще умеем? Мы умеем призывать элементалей огненных, которые тоже постреляют и, в общем, внесут свою лесту однозначно в эту историю. Да, отъезжают очень неплохо под ударами этих дракончиков. Вот они вышли на прямую стрелу, и тут дело пойдет пободрее. Все должно быть хорошо. Я, по крайней мере, на это очень рассчитываю. Было бы обидно так сюда прийти и так тут слиться бездарно. Так, а как работает стеночка огня? По-моему, она вот как-то ставится, и они начинают сгореть, да, с какой-то периодичностью. Давайте проверим. Я уже не помню, на самом деле уже сто лет ее не использовал, а что сразу урон не наносится, да? Понимаю, понимаю. Я думаю, вот как раз в том числе и сразу этот урон будет наноситься. Так, здесь можно, кстати, тебя привязать. Оп. Минус один, это ясно все. Что минус один. Ты когда стоишь, не стреляешь. Угу. Пошел бить дракона. Дракона, понимаю, понимаю. А стеночка-то будет урон наносить, нет? Вот, нанесла. Все понятно. Так, тогда надо перед драконом, наверное, такую же соорудить. Перед нашим, правильно? Как-то вот так. Раз его тут бить вознамерились. Да, драконов мы здесь точно оставим, это уже понятно. Ну, ладно. Зато в том, что мы этот бой вытащим, сомнений никаких нет. Все будет хорошо в этом плане. Ну, можно на самом деле просто здесь пострелять уже по врагам, с руки. Так, хорошо. Здесь ты привязанный, можно тебя, кстати, и ударить. Страдают тенты наши, но эти страдальцы страдать-то могут долго, это мы знаем. Можно, кстати, тебя вот еще привязать. Чтоб тоже никуда не уходил. Так. Вот, хорошо как. Хорошо стеночка пошла, урона немножко внесла. В общем, спрячем дракона за эту стеночку. Вот. Хорошо. Ну что, выживет у нас хотя бы один дракон? Что-то есть большие сомнения на этот счет у меня. Что он сумеет это сделать. Хотя, слушайте, вообще-то должен. Вообще-то должен. Энт тут отлично прихватил этих ребяток, которые, да, стоят рядом с ними. Да, все отлично. Один дракон даже у нас спасается. Ну и... Большая часть армии. Все стрелки, куча энтов. Все-таки магия и в пятерке тоже великая вещь. Пять энтов мы теряем, пять драконов. Ну, остальное, в общем, можно и не учитывать. Так, ну что, имеет ли мне смысл сразу вскрывать тюрьму? Как бы тут что ни вышло, давайте я, наверное, запишусь на всякий случай. На всякий пожарный, как говорится. И открою ее. Спокоен будешь, да, странствуя в дальних краях. То есть, предполагается, что он все это время сидит в городе. Так, что ли? А это все делает наш помощник. Ну, как мы, собственно, вначале и собирались. Ну, опять же, мы возвращаемся к скрипту. Так, планар. Посмотрим на него. 9, 5, 12, 9. Что касается прокачки. Истинная удача. Вот она, центральная обилка. Центральная обилка лесного союза. Существа в армии героя... Существам в армии героя всегда везет во время атаки. Слушайте, ну это просто обалдеть же. Так, а что ты еще умеешь? Давайте посмотрим. Огненные стрелы. Ну, мы, короче, так не могли прокачать Файдаэны, вернусь, да, к первой миссии кампании, для тех, кто не понял, про что я говорил. Потому что у него в нападении сразу же была тактика. А как вы видите, для получения истинной удачи нападение вот так должно быть закачано, да, то есть боевое безумие, лесная ярость и огненные стрелы. Никакой тактики здесь не предполагается. Ну, как-то так. Ладно, ладно, Таланар, да, вот такой вот крутой дядька. Неплохо. Теперь нам что нужно сделать? Теперь нам нужно наших друзей прогнать по магию, да, получить. Так, дайте-ка я не досмотрел. Вообще-то, да, Таланара мы качать тоже не можем. У него 28 уровень, а здесь ограничение 24, да, стоит на карте, как мы увидели по Файдаэну. Ну, нужно хотя бы им забежать, взять магию, которую он сможет изучить. А Дераэль бежать, соответственно, вот в этот город и в нашу столицу с той же самой целью. Правильно же? Я думаю, что да. Так, кораблик еще нам сюда привези, эльфина. Сделай что-нибудь полезное. Ну, как-то так. Как-то так. Ну что, пурпурный? Нет, пурпурный у него все норм. Он стоит и, в общем, в ус не дует. Удержать цаэристалу, да, задача все еще активная. Так, ладно, пытаемся все решить так, как мы придумали. Давайте быстренько будем, не тратя лишнего времени. Ходить теми, кем нужно походить. Так, а что у Палонара за специализация? Я чтобы даже не посмотрел. Не обращал я внимания раньше. Так, где она у тебя? Вот, эльфийская ярость. Танцующие с клинками, танцующие со смертью, эльфийские стрелки, мастера лука, друиды, верховные друиды получают способность ярость. Ну, знал бы я еще, что такое способность ярости, и мне бы стало сразу вообще проще понимать, насколько хороша эта специализация. Друзья мои, подскажите, кто знает, буду вам признателен, чтобы не было у меня необходимости лезть куда-то в Вики, Пиди и прочие ресурсы, посвященные пятым героям. Так, неделя вызова. Во время сражений максимально увеличивается уровень навыка во всех заклинаниях магии хаоса. Да, вот в эту неделю драться с ребятами, которые владеют магией хаоса, никакого желания нет. Так, ладно, здесь мы что, выкупаем армию? Сумеем всех выкупить, но, по идее, должны. По идее, должны. Так и есть, все получается. Давайте заберем все войска и двинем в родные пенаты. Ну, так-то у Фейдаина тоже под началом армии. Ой-ой-ой. Так, здесь что я могу сделать? Я могу, кстати, поставить еще одного заклятого врага. Что тут у нас? Так. Обычных лечей, что ли, воткнуть? Обычных лечей. Давайте воткнем, наверное, их. Почему бы и нет? Кого-то надо ставить. Сейчас их найти еще надо. Так, вот они рядышком сейчас. Вот они. Отлично. Так. Ну и что, погнали. Эльфину можно, в принципе, так. Сейчас мы передадим Феек, и ее можно, отряд, точнее, ее можно будет отпустить на пенсию. Вообще, если все сложится хорошо, на что я очень надеюсь, я потом, конечно, ну и мне дадут пройти эту миссию, я потом, конечно, вот сюда сбегаю, да, возьму плюс единичку к колдовству, ну уже за кадром это проверну. И вот этот вот кусок карты тоже проверю, и под землей тоже засвечу все места, да, где мы были. Потому что характеристики нам нужны. Обещали мне очень веселую пятую миссию в этой кампании. Про четвертую, кстати, никто не говорил. Поговорили про вторую, кто-то говорил про третью, вот про эту. И было мнение, что пятая тоже не самая простая. Так, здесь отдавай всех, кто тебе не нужен. Вот так. И можешь быть свободна. Мы же грузимся на корабль. Так. Гераэль всем, конечно, хороша, но вот бегает слабовато. Ну, это объяснимо, да, я смотрю на героев, у которых есть логистика, и сравниваю с Гераэлю, которой этой самой логистики нет. Так, у Фейдаэна еще и навигация, как мы помним, есть. Потому что Аварон в преамбуле к этой миссии отправлял его настойчиво пообщаться с Тиеру. А Тиеру мы знаем, где живем. Живет, помним, да? А Граил это путешествие уже предпринял во второй кампании. И, видимо, ну так, можно предположить, если логически подумать, видимо, Фейдаэну предстоит проделать тот же самый путь. Так. Гераэль, давай. Хорошо, так, и Талонар тоже у нас бежит на выручку товарищам. Слушайте, если опять можно будет подманить врагов, да, если нам не засчитают миссию просто так, то я бы хотел, чтобы бой принимал именно Талонар, а не Гераэль. Все-таки с истинной удачей. Ну, во-первых, я хочу взглянуть на этот навык, как он работает в реальности. Ну, и, во-вторых, я подозреваю, что он-то посильнее будет, чем Гераэль. Хотя Гераэль, безусловно, тоже очень-очень хороша. Так, здесь мы единичку оставляем. И вот так делаем. Давай кораблик тоже отвези. Так, мы сами напасть все еще не можем. Правильно, правильно. Понимаю. Понимаю. А если мы сейчас, давайте просто проверим, поставим Пайдаена в гарнизон. И вот к островам далеким дорога моя идет. Я знаю, путь будет нелегким. Сильный день у каждого. Ага. Вот так вот внезапно, друзья мои. Слушайте. Я на это очень сильно рассчитывал, если честно, да, именно на такое окончание кампании, что она вот так вот будет закончена, когда я поставлю войска в гарнизон. Но уверенности в этом не было. И, в общем, конечно, я даже не был готов, если честно. То есть, где-то в глубине души я верил в то, что, надеялся, да, на то, что мне дадут закончить миссию именно так. Но я предполагал, что мне придется возиться, вот так же загружать Пайдаена в лодку. Оставлять какого-то, какого-нибудь Таланара в нашей столице. И выманивать вот этих ребяток, которые там скопились на границе, рядом с порталом. Ну что же, что я хочу сказать, да, в заключении к этой миссии. Она вообще очень должна была быть неплохой. И задумка очень интересная у нее. Но вот этот вот сломанный скрипт... То есть, помимо того, что он делает игру не такой интересной, как она могла бы быть, он еще и ставит под сомнение вообще возможность прохождения миссии. И, конечно, играть в такую игру, когда за плечами у тебя длительный путь, да, в четыре с лишним кампании. Четыре с половиной уже кампании, даже чуть больше. И ты не понимаешь, пройдешь ты какую-то миссию из-за того, что она сломана или нет. Это несколько напрягает. Ну ладно. Есть как есть. Сделать я здесь ничего не могу. Починить пятерку версии 1.6.0 я тоже не могу. Поэтому будем двигаться вперед. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео, писал комментарии, поддерживал меня, поддерживал канал, прохождение пятых героев. С вами был Антиквар. Всем удачи и до встречи в Героях Меча и Магии 5. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok